65 лет совместной жизни говорят сами за себя. За это время союз двух людей становится поистине железным. Такую годовщину свадьбы можно смело назвать подарком судьбы. В свои практически 90 лет Саид Фалякович продолжает чувствовать себя молодым. Ведь на протяжении 65 лет рука об руку он находился со своей второй половинкой. В далеком 47-м году стеснительная Рахима сначала отказала будущему мужу, но настойчивый Саид не отступал. Ну а завтра мы с зятем сделали наступление. Пришли туда, правда мать не отказала, она взяла ее за руки и кинула. Вот нам тебя, невесту. Ну мы в колхозную контору зарегистрировались. Без меня она никуда, я без нее никуда. Вот и все. Свой юбилей супруги встретили в тесном семейном кругу. Ради такого события из разных городов страны приехали дети, внуки и правнуки. Всего их насчитывается 45 человек. Большой праздничный стол, можно сказать, ломился от разнообразных вкусностей. Нашлось место за праздничным столом и представителям администрации Ленинска-Кузнецкого. Специалисты городского ЗАГСа и соцзащиты тепло поздравили молодоженов с юбилеем. И хотя свой брак в Аляковой зарегистрировали в деревне Большой Шинар в Татарстане, но в ЗАГСе Ленинска-Кузнецкого в памятном альбоме хранятся фотографии с бриллиантового юбилея свадьбы Саида Фаляховича и Рахима Шевалеевны. От имени главы города, от коллеги администрации города Ленинска-Кузнецкого, от Совета народных депутатов принести вам поздравления с вашим 65-летием со дня заключения брака. Очень приятно, что именно в нашем городе есть такая семья. Крепкая, сильная. Семья – это значит семья. Вы – настоящая семья, потому что у вас семеро детей. За свою жизнь глава семейства построил четыре дома и вырастил целый сад. Дети и супруга очень гордятся Саидом Фаляховичем. Прекрасным подарком к свадьбе стала и новая квартира, которую для пенсионеров приобрело руководство угледобывающего предприятия. И до выхода на заслуженный отдых трудились Фаляховы. Уже готовитесь к новоселье? Обязательно, уже чемоданное настроение. Я бы хоть сегодня переехал бы уже. Как же. Тяжелая работа, огромное хозяйство, большой дом и огород не помешали поставить на ноги семерых детей. Кстати, Рахима Шевалеевна награждена медалью за достойное воспитание детей. На четырех сыновей и трех дочерей Фаляховых родители – пример не только семейного счастья, но и достойной жизни. Конечно, за 65 лет всякого довелось пережить, признаются супруги. Но главное – им удалось сохранить любовь друг к другу, что доказывает крепкий поцелуй под звон бокалов шампанского и крики горько. Продолжение следует...